Ну, и какого хрена? По какому дерьму вы там в своем урбе ходите? У меня полы только что вымыты. Эээ, а что ты здесь делаешь? Спроваживаю к чертям, таких как ты. Что думаешь? Давай обратимся к Буру. Здоровяк с челюстью шлагбаумом оценивает вашу комплекцию сочувственным взглядом. Хе-хе, как дела, дружище? Градус сочувствия во взгляде здоровяка возрастает. Вы ждете несколько секунд, но так и не получаете ответа. А ты вообще разговариваешь? Ты откуда такой вылез? Мой нагрудный знак видно недостаточно хорошо. Ты, кажется, не в курсе, как здесь все устроено. Поговори со своим головным. Мне нужно встретиться с вашим лидером. Встретиться с командором? Забудь, молокосос. Если хочешь особого отношения, тебе придется постараться. Хотя, конечно, есть и другой способ. Бура неторопливо оглядывается по сторонам и понижает голос. Десять тысяч, и я открою дверь. Ах ты, гаденыш, у меня десяти тысяч нет на твою морду, понял? Давай тогда заслужим доверия. А может быть, подскажешь, как заслужить доверия клана? Сапог, который хочет подработать? Хе-хе-хе. Ладно, может и подскажу. У нас здесь полно грязной работы. Бура гадостно улыбается редкими темно-желтыми верхними зубами, которые напоминают сталактиты. Два наемника, работающих на нашу сеть распространения. Ватас и Спенс. Сорвали транспортировку крупной поставки. Их накрыло ваше братье. Сначала мы думали, что они просто облажались. Но позже выяснилось, что этот выродок Ватас подставил Спенза и залег на дно вместе со всей партией. Догадываешься, что я хочу? Ватас должен умереть. Берешься? Ну а че мне остается? Конечно, я сделаю это. Ну тогда слушай сюда. Где Ватас, мы не знаем. Его каюта с тех пор пустует, а наши люди его нигде не видели. Наверняка кое-что может рассказать Спенс. Но он сидит в камере вашего изолятора и ждет залога от Зерса. Пусть ждет. Залога не будет. Он не из наших. Пусть сам отвечает за то, что облажался. Короче, если кто со Спензом связаться и может, то только сапог вроде тебя. Узнай, где мог скрываться Ватас. Выследи и убей, ублюдка. Я тебя понял, чувак. Так, давай-ка читаем задание. Ничего личного. Буро Морох позволит мне поговорить с Зерсом, если я заслужу доверия клана. Чтобы испытать меня, он дал мне задание. Я должен устранить человека по имени Ватас, который сбежал с грузом извести, подставив своего напарника. Его напарник Спенс сейчас находится в изоляторе на военной базе. Мне нужно встретиться с ним, чтобы выяснить, где может скрываться Ватас. Хорошо, сейчас я сгоняю на нашу главную базу, утрясу все делишки и, может быть, у нас все получится. Все, погнали на главную базу. Я дошел до изолятора. Сейчас нужно спросить чувака, чтобы они мне выпустили того, кого мне надо. А, меня и так пропускают. А я-то думал. Изолятор. О, это, наверное, Юнис. Нет, ты не тот. Подожди, а ты кто? Зурин. Металлический голос тюремщика словно специально натренирован, чтобы вызывать чувство беспомощности. Че надо? За что задержали этих людей? Эти выродки пытались совершить диверсию на базе. Но ваши парни работают, как всегда, блестяще. Глупо надеяться, что пара насекомых способна нарушить работу огромной машины. Ничего, скоро они расскажут, кто они, откуда и как дошли до такой жизни. Ну, дело не обойдется без паяльника, верно? Глаза тюремщика становятся непроницаемо масляными. Я не уполномочен давать какие-либо ответы о внутренней работе изолятора. Покиньте помещение, солдат. Сейчас, ага. Пойду я. У меня тут дело, а я, конечно, пойду. Гвара. Там Юнис, Гвара. Может, мы еще сюда придем? Кто такой? А ну-ка. Спенс, о, ты мне как раз и нужен. Худой, заросший, грязно-белый и щетиной заключенный угрюмо смотрит на вас через стекло. Из динамика звучит его сиплый голос. Я уже поставил подпись. Когда мне дадут мой законный звонок? Подожди с этим, у меня к тебе разговор. Вам что, недостаточно того, что я наговорил? Или у вас план по отбитым почкам не сходится? Я ищу Ватаса. Тебе вряд ли будет интересно. Но он кинул и тебя, и Морохов. Сбежал с большой частью партии. Все? Так это Ватас меня сдал? Вот сука. Заключенный бьет кулаком по стеклу несколько раз, пока костяшки на его руке не становятся красными. Начальник, раз уж такое дело, я не меняю свои показания. Я-то думал, что Ватас тут за стенкой сидит и рот на замке держит. Я ведь того. Просто помогал с транспортировкой. А с обеими сторонами Ватас общался. Не торопись. Ватас в розыске. И я очень надеюсь, что ты дашь мне какую-то наводку. Помогу, чем смогу. Делай чести, начальник. Правда, помочь мне особо нечем. Как меня повязали, так я вообще не в курсе, что на воле творится. Ближе к теме. Чего ждать от Ватаса? Сам он раскидывать известь не станет. Товара слишком много. По-любому попытается сбыть крупными партиями. Думаю, что первым делом он наведается к Тенану из гнезда. Тенану из гнезда? Интересно. Ну, владельцу кондитерской второй дыхания. А, понятно. Он же у вас под носом торгует дерьмом. А ваши начальники уже, наверное, в курсе. Все этим занимаются. А отдуваюсь я. Несправедливо как-то. Ну, значит, ты плохо делаешь свое дело. Начальник, подожди. А за содействие мне поблажки какие-то полагаются? Начальник? Может быть и полагаются. Ябьте это. Помог, если можно было. Давай читать обновление. Спенс был взбешен, когда узнал, что он оказался в изоляторе из-за предательства Ватаса. Он рассказал, что Ватас попытается сбыть товар крупными партиями. И дал наводку на Танина, владельца кондитерской второй дыхания. Вгнись здесь стервятника. Пойдемся наведаемся к этому Танину. Давай вот еще два раз спросим, что он тут. Юноша шатается от физического истощения. Ой, только не так, не так. О чем ты говоришь? Послушай, я даже не знал этого человека. Я не причастен. Я просто оказался рядом. Не в том месте, не в то. Юноша всхлипывает. Отец, он не знает, где я. Они не дают мне с ним связаться. Я могу тебе чем-то помочь? Юноша некоторое время смотрит на вас со страхом и недоверием. Шагнув в вашу сторону, он останавливается, едва не касаясь лицом стекла. Если бы ты смог... Смог передать моему отцу, что я... В общем, что мне жаль. Ты сможешь это сделать? Наверное, да. А где мне искать твоего отца? Его зовут Лорса. Он живет в трущобах на верхнем уровне зоны В-27. Судорожно выдохнув, юноша замолкает. Ага. Лорсо. Лорсо, Лорсо. Уровень В-27. Ну хорошо. А что нам Юнис скажет? Слышь, что-то ему хреново. Он какой-то буйный, его связали, смотри. Сзади ему руки завязали. Ну точно буйный какой-то. Э, э, солдат, если меня выведут, пристрели меня, а, солдат. Сам же видишь. Молодой Гетер со связанными за спиной руками гнусаво хрипит надорванными связками. На месте его носа чернеет болото засоши крови. Сочувствую тебе, Гетер неуклюже хлюпает остатками носа. Вы с невольным сожалением понимаете, что он, кажется, плачет. Собравшись с духом, он начинает сбивчиво повторять какой-то ритуальный напев. Кому ты молишься? Вам, урбанитам, дана власть. Но вы не помните ни богов, ни своих прошлых дел. Вас уже не спасти. А нас вы хотите забрать с собой. Сохрани, богиня человеческий род. Я предлагаю ехать теперь в гнездо стервятников, а потом, может, как-нибудь наведаться в зону В-27, чтобы сказать отцу, что его сынок загремел в изолятор. Теперь будем допрашивать этого Танина. Че он нам скажет? Давай. Добро пожаловать в мою контейнерскую вторую тканье. До меня дошли слухи, что ты проворачиваешь дела вместе с Ватосом. Бармен отводит глаза, судорожно шмыгая носом. Как-как? Не понимаю, о чем ты? Давай-ка не валяй, дурака. Ватос... Ладно. Мы работали раньше, ясно? Но сейчас он не самый желанный гость в моем заведении. Как же так вышло? Скользкий он тип. Я перестал с ним якшаться и в который раз убеждаюсь, что принял правильное решение. Буквально на днях ко мне заявились пара лбов. Отморохов, понял? Говорят, твой дружок нас с партией дерьма кинул. А где он? А я им, мол, отвечаю. Не дружок он мне вовсе и чужого дерьма мне не надо. Да какой идиот будет морохам дорогу переходить? Ты дальше слушай. На следующий день звонок. Кеннон, дружище, давно не виделись. Ватос с собственной персоной. Да пошел бы он к дергану в задницу. А я ему, ты мне тут зуба не заговаривай. Ничего я у тебя не возьму. А вот морохи скоро из тебя все дерьмо вытрясут. Есть идея, куда он мог податься? Да у нас этими делами мало кто заниматься самостоятельно. Чтобы не было проблем с военными, надо много платить. К биокера он не сунется. У него с ними давние счеты. Гвозди тоже не станут ссориться с морохами. Толкать такой объем товара без привлечения внимания ни у кого не выйдет. А добраться с ним до катера, это надо совсем отчаянным быть. Даже не знаю, чем тебе помочь. Попробуй наведаться на ржавую арену. Там всегда обо всем знают. Что за ржавая арена такая? Интересненько. Читаем обновление. Тенан сказал, что Ватас действительно с ним связывался. Но не стал рисковать, приобретая товар, украденный у морохов. Тенан считает, что Ватасу негде искать покупателей, кроме как на ржавой арене. Мне нужно поговорить с местными и узнать, где может скрываться Ватас. Какая-то ржавая арена еще. Что за хрень? Значит пойдем на глобальную карту и посмотрим, что за ржавая арена. А, вот, в верхнем правом углу. Ржавая арена. Ни хрена тут идти. Слушай, мне тут как раз по пути в зону В-27. Так давай пойдем сгоняем, скажем, бате про его сыночка и заодно зарулим на ржавую арену. Походу, дело, там и подраться можно. Слушай, было бы неплохо. Я бы набил пару наглых морд. Ну, естественно, за деньги. Или за какую-нибудь крутую броню, или автомат, пистолет, патроны. Все, что может пригодиться мне в моих замечательных странствиях. Я зашел в трущобы в зоне В-27. Сейчас посмотрим, где тут этот Леонолон. Это, наверное, он? О, Лорсу, да. Видишь, мопед чинит. Одно чинишь, второе отваливается. Похоже, ходовую менять придется. А что ты здесь делаешь, старик? Да вот, самоход хочу сработать. У нас здесь все своими руками делать пригодится. Как доделаю? Отправлюсь в путешествие. По живописным местам сектора Н. Вот только карты хорошие у меня нет. Мне не довелось видеть на станции живописные места. Ты не был возле озер Блискатора. Возле мусорщиков. Там водится редкая и ценная живность. Нифига себе, ну молодец. Хорошо. Путешествовать это вообще замечательно. Но я видел твоего сына. Он сейчас в изоляторе на военной базе. Похоже, долго он не протянет. Что? Гвара? Из руки старика выпадает обломок гаечного ключа. Теперь и мой сын. Хреновы ублюдки. Вы хотите добиться мера, укладывая людей лицом на пол? Приготовиться к бою. Вау, вау, вау. Начинается. Ну ладно. Не хочет он. Извини, в путешествие ты не отправишься. Ты решил на меня напасть, а это было плохо. Я с поварешкой, прикинь. С половником меня хотел огреть. В высшей школе ордината учат, что враг может застать вас врасплох где угодно. Поэтому нужно уметь отразить атаку тем, что оказалось под рукой. Как бы то ни было, опытный боец с половником будет явно эффективнее толпы необученных геттеров с ножами. В принципе логично, да. А что у тебя тут еще было? Вот мне бы твой мопед забрать. Смотри, прикольный он какой, а? Я бы его забрал. Но так придется тут все обшарить на наличие интересного. И пойти на ржавую арену. Смотри, Сапфир 5 тут просто так стоит. А я купил у торговца. Вот балда. Смотри, сенарт какой-то. А ну-ка, сенарт. От брызжащего геттера сильно разит дистиллятом. А его потухший взгляд направлен на экран неприлично старого телевизора. А? Че надо? Что там сегодня показывают? Да вот, какой-то усатый кретин рассказывает об этой, о военной модернизации. Вот. Комитет получил собственные штурмовые отряды или что-то вроде того. Прекрасная новость. Но я, пожалуй, пойду. Санарт-младший. А это санарт-старший, значит. А у вас тут можно ковырнуть контейнер? Видимо, можно. И никто мне ничего не сделает, да? Вообще никто. Без базара такой. Эй, чувак, подвинься. Я тут это самое, контейнер смотрю. Арена, значит, у них тут. Арена. Написано здоровье нации. Что бы это могло означать, блин, а? Стоп. Что за терминал? Терминал починить, да? Подожди, подожди. А что он мне даст? Он мне откроет эту штуку? А там что внутри, а? Там что-то вот есть, но только непонятно. Давай-ка я сразу починю, а то я потом забуду. И что это такое? Какой сюрприз у меня? Капсула какая-то. А в капсуле у нас схема карты ВД. Ну давай. Мы такую знаем. Ну, ладненько. Спасибо. Здравствуйте, женщина в очках. Селла. Там точно кого-то мутузят. Селла. Пожилая женщина смотрит на вас, стараясь выглядеть как можно загадочней. Вытянув шею и взглянув на ваши сапоги, она смачно сплевывает на пол. Ну, и какого хрена? По какому дерьму вы там в своем урме ходите? У меня полы только что вымыты. Эээ, а что ты здесь делаешь? Спроваживаю к чертям таких, как ты. Что думаешь? Я разучилась держать винтовку? Вторым что ли, с самого исхода сижу здесь. В лучшие годы я была первым стрелком ближнего радиуса, пока не лишилась глаза. А что случилось? Подралась в баре. Это же полиция-курица разбила сердце моему сынишке. Сливовый психоз. Не слышал про такого? Эээ, нет. Как-как? Думаю, нет. Эээ, да он же звезда Кровайи. Красавица весь в отца. А расскажи-ка мне о Кровайе. Ты по адресу. Я слежу за лигой с 62-го года. Кровайе – настоящее искусство. Группировки отстаивают здесь свою честь и налаживают партнерские отношения. Бывает, один бой выигрывает целую войну. Ух ты, хорошо. А кто здесь всем заправляет? Трент – преподаватель гвоздей. Он заведует боями и ставками. С Трентом не принято ссориться. Никто не хочет лишиться права посещать соревнования. Логично, да. Лучше не ссориться с главным. А ты знаешь, кто такой Ватас? Ммм, знал этого барыгу. Торгует воском и известью. Но я давно его не видела. Одни говорят, его пришили. Другие, что он скрывается с женой и детьми где-то в тоннелях. Хрен его поймет. Все, тогда я тебя понял. Сейчас определимся, что за крова я. Куда мне вообще идти-то? Давай, наверное, направо пойдем. Для начала давай посмотрим, что там у нас такое происходит. Что там? Там плохо видно, блин. Надо вниз спуститься. Они по ходу дела дерутся на оружии. Не на руках, а на оружии. Ой, там мне как раз подходит. Я бы тоже пару раундов с кем-нибудь смахнулся. Вон оно что, смотри как, а. Так они там что, двое на двое, что ли? Занятно. Сейчас я дойду и посмотрим. Только пока тут спустимся. Тысяча лет пройдет, да? О, что-то у вас тут сломано. Если я починю, эта дверка откроется. О, и тут кого-то мутузит. Смотри. Получил. Элекра. Это девчонка, наверное. Эх, какого-то парня мутузит. Слышь, Элекра, поговори со мной. Женщина отвлекается от своего дела. Вы замечаете, что у нее разноцветные глаза. Зеленый смотрит в стену, будто чего-то смущаясь, а голубой устремлен на вас. Что надо? Ну, говори. Что ты делаешь? Это дергающийся кусок дерьма украл у меня два килограмма извести, чтобы продать морохам. Ты посмотри на него. Он же сраный сомник. Ничего не соображает. Морохи порядочные ребята. Скрутили его и сдали обратно нам. А, вижу, тебе нравится твоя работа. Ха. Выбивать дерьмо из-за поднюхавшихся дегенератов не предел моих мечтаний. Как только я подкоплю талонов, я поеду в Урб и буду сниматься в кино. Ты давай не смейся. Я стану кинозвездой, как верно нерв. Ты смотрел? Спустя два часа показывают в кинотеатрах на площади славы. Говорят, мы с верной похожи. Ха. А этот парень, что с ним? Ха. Уж не знаю, что мне его довела его до такой жизни или жилья. Но рожа у него явно кирпича бросит. Трент относится к дергунам. Спокойно. Я деформантов на дух не переношу. Они уже... Уже не люди. Если бы он сунулся туда, где хозяйничают военные, он бы ни-хать не прожил. Я еще одного барыгу зовут Ватас. Не знаешь такого? Я не спрашиваю имен у тех, кто попадается мне под руку. А наркотики откуда берешь? Да ниоткуда. Не нужна мне уже эта вся ерунда. Не вставляет. Ну, не в том смысле. Просто надоело смотреть на всех этих сверстников, берущих в рот за дозу. Ладно, пойду осмотрюсь. Не буду отвлекать вас, девушка. Вот только сначала починю этот генератор. И зайду в эту дверку. Генератор починил. Дверь открывается. Или это не дверь? Подожди. А что? А как? А что? О, я так не играю. Ну, починил генератор, а я сам не зашел. Очень странно. А тут заходит? Нет, тут не заходит. Смотри. Давай теперь идем вниз. Приятного дня, девушка. Ой, что-то упало. Это я сделал, да? И, может быть, сейчас примем участие в этой кровае. Надерем вам пару задниц. Терминал. Требуется ключ от подсобного помещения. Ага. Может, тут у кого украсть надо что-нибудь, а? Гонфар. Слышь, Гонфар. Человек с нашивкой сына Мороха на груди смотрит на вас с подозрением. Если бы не Форма, я бы подумал, что ты тот самый ублюдок из Биакера, который завел нас в засаду. А что ты здесь делаешь? Пытаюсь обрести психическое равновесие. Согласись, место в самый раз. Я ищу человека по имени Ватас. Не знаешь такого? Ватас? Слыхал о нем. Его сейчас все наши ищут. За его голову назначена хорошая награда. Но пока он никому под руку не попался. Ну ничего, это ненадолго. Ладненько, я понял тебя. Смысл спрашивать о Ватасе, когда все его ищут? Хех. Если они знают, где Ватас, они бы его сами давно сдали и поднялись бы по карьерной лестнице у этих самых морохов. Что такое? Боец с корчицем бедненький. Ну а раз... Райго. Слышь, пацан, ты че тут с пистолетом во всех целишься? Ты дурак? А ну-ка давай спросим. Мальчик лет 12 играет с пистолетом. Э, че уставился? Классный пистолет, парень. А ты не хотел бы поменяться? Черта зла ты меня удивишь. Э, а тебе не рано играть с оружием? Отец говорит, что для мужчины винтовка важнее женщины. Эм, ну думаю, для женщин ты тоже маловат. Да неужели? У меня уже есть девушка. Ее зовут Элекра. И она самая красивая. А, это та деваха наверху. Та садистка. Я видел, как она избивает человека. Э, не оскорбляй ее. Она очень ранимая. Ха-ха-ха. А где твои родители? Понятия не имею. Мама, наверное, на заводе. А Энвар либо на охоте, либо в бильярд играет. На кого охотится твой отец? Эй, Энвар мне не отец. Да и стреляет он не особо хорошо. Не то, что жунар. Энвар всегда приходит с мешком разных вещей. Даже не знаю, как это у него получается. Я ищу одного толкача. Его зовут Ватас. Не знаешь такого? Ватас? Знаю. Это отец моего приятеля. А толкач это кто? Тот, кто распространяет запрещенные вещества. Ну, тогда Гирф, мой толкач, всегда со мной делится порошком. Он говорит, что у его отца всегда полны карманы. Они сейчас живут в заброшенном тоннеле. Ух ты. Парень, сам того не понимая, нам сдал его. Ха-ха. Подожди. У меня все записано. Мальчик достает из кармана засаленный клочок бумаги. Так, сейчас. Называется В-52-97-С. Они туда недавно перебрались. У, спасибочки. Ладно, пойду осмотрюсь. А что у нас тут терминал-то? А, тут карта ВД надо. Ну, давай попробуем взломать. О, еле успел. Опачки. И что это у нас тут? Комнатка какая-то. У-у-у. Эта комнатка секретная. И мы в нее заходим. За хабаром идем мы вместе с госпом. Потому что мы взломали дверь. Здра... Здрасте. Ё-моё. Меня чуть турель не изрешетила. Охренеть. Так, а если я... А тебя взломать можно? Слушай, его нельзя взломать. Ну, значит, придется тебя отхреначить. А что такое? Нельзя? А, ты меня не стреляешь? Ну, ладно. Не хочет меня стрелять, короче. Это очень хорошо. И все, что ли? А, то есть тут две двери. Я понял. Хорошо, хорошо. Красная повязка. Ну, и кто ты такая? Красная повязка. Деформант, чье лицо будто покрыто иссохшей штукатуркой. Скурпулезно осматривает вас неприятно блестящими глазами. Он смотрит на вас в упор намного дольше, чем следует. Очевидно, пытаясь вызвать у вас неловкость. Я могу, чем ты бываешь? Кто ты? Самый обычный геттер. Документ, которого в полном порядке. Продемонстрировать, юнитар? Давай. Да. Человек протягивает вам чудовищно истрепанное удостоверение в навехонькой кожаной обложке. Проверить документ. Вы бегло пробегаете по данным в удостоверении. Неин Зирако, номер такой-то. Так-так-так, месторождение Д-106. А что ты здесь делаешь, а? Смотрю на бои. Я разнорабочий. Мы с парнями занимаемся, чем придется. Как многие здесь. Сами понимаете, с работы долго. Сдается мне, ты занимаешься совсем не тем. Ты наемник, ведь так? Я же сказал, я... разнорабочий. Мы с парнями устраняем проблемы. А что, если мне нужно устранить одну проблему? Предположим, я знаю, кто этим может заняться. Передать им, что ты хочешь оформить заказ? О, тут можно еще наемных убийц нанимать, что ли? Нифига себе. Объясни-ка подробности. Да все просто, Урбанит. Ты называешь имя, я называю цену. Ты платишь деньги, и в течение трех дней человек внезапно умирает. Какое имя ты назовешь? Я подумаю. Ну, как знаешь, Урбанит. Интересно. Дегрин. Раскрасневшийся от азарта сержант вытирает с лица пот. Сегодня мясо нарубят на неделю вперед. Боги, благословите кроватью. А разве военные разрешено посещать бои? Эй, ты что, первый день на службе? Сюда ходят даже комитетчики. Все мы люди, все любят отдыхать. Я тебя понял. Отдыхай, сколько влезет, господи. Так, тут у нас закрыто. А как мне обратиться к кому, чтобы это, ну, принять участие-то? Ребята, ты, а вот он ты, Терент. Вы рассматриваете отталкивающую внешность распорядителя боев, едва скрывая брезгливость. Едва скрывая без... Сквозь отросшие на виске волосы, проступает грубая татуировка железнодорожного гвоздя, забитого в человеческую стопу. Эй, добрый человек. Что, уже сделал ставки? Эм, я вообще-то ставлю только на себя. Вот как? А может, тогда покажешь, что ты умеешь? А ты кто? Я Терент. Я главный среди гвоздей. Нам принадлежит арена. Забудь, откуда ты пришел. Мы стараемся не лезть в дела урба и кланов. Но все знают, что здесь хозяев мы. Все любят веселиться. А лучше меня устраивать грязные развлечения не умеет никто. Так что, если задумаешь сделать ставку или принять участие в бою, ты по адресу. Так, а мне бы хотелось кое-что узнать. Ну, спрашивай, что тянешь. Расскажи мне о гвоздях. Мы здесь все отлично, ребята. Ведем здоровый образ жизни, как ты заметил. Оно и понятное место располагает. Здесь раньше был спорткомплекс здоровья нации. А мы, знаешь ли, стараемся чтить традиции. Кровая неплохая здоровительная процедура, согласен? Если болят зубы, мы их выбиваем. А если тикает в башке, пускаем кровь. Какие молодцы, а? И больницы никакой не надо, да? А что за кровая? Это одиночные командные бои с холодным оружием. Кровая пришла в ближний радиус со свалки. Пока они лучше в этом деле. Но придет время, и наши бойцы утрут им нос. Ну, ладненько, давай-ка сменим тему. Ты лучше сделай ставку, пока не забыл. Я хочу выйти на арену. Как-как? Урбанит хочет повеселить публику? Мать его, это же быть настоящим гвоздем программы. Но расписание на сегодня уже утверждено. Заходи позже. Ты гонишь. Не хочет он, понимаешь ли, меня принимать? Собака серая. Давай читать обновление. Что там у нас обновилось? Мальчик, который дружит с сыном Ватоса, рассказал. Незадачливый охотник за удачей скрывается в заброшенном тоннеле В-5297С. Он любезно поделился координатами этого места. Хе-хе-хе-хе. Давай-ка отправимся в этот тоннель. Навезем визит Ватосу, если он там. И скажем ему, что он что-то поступает как-то очень странно. Он должен заплатить за свои злодеяния. Ну, если это так можно назвать. Я добрался до тоннелей. А, это обычные тоннели, какие бывают, когда, ну, просто идешь-идешь, и вдруг что-нибудь происходит. Ну, хорошо. Сейчас только я тут обдеру. Опачки, а ты кто? Стивен Глетт. Ну, Стивен, тебе не повезло. У тебя топор мусорщика? Ух ты, хорошо-то как. Я ее заберу. А теперь давай отправимся вниз на встречу с нашим незнакомым чуваком. Форса. Подожди, Форса. Гриф. Ватас. А, вы тут все втроем, ребятки. Картина. А ну-ка, посмотри. Ну, картина такая. Что нарисовано-то хоть? Водопад какой-то? Не совсем понятно, конечно. Давай сначала начнем с первого, а потом до Ватаса дойдем. Так, Форса. Женщина смотрит на вас остекленевшим взглядом. Не в силах произнести ни слова. О, да ты под кайфом, деваха. Гриф. Мальчик молча пялится в пол. О, понятно. Что-то у вас тут, короче, все плохо. Выключи нахрен это радио. Ну, Ватас, вот я и нашел твою чертову задницу. Сейчас ты мне все расскажешь. Человек занят упаковкой вещей. Заметив вас, он стремительно прикладывает руку к поясу, однако понимает, что забыл положить пистолет в кабуру. Я от буромороха, Ватас. Ватас в каком-то растерянном забытии оглядывает застывших на месте жену и ребенка, после чего снова возвращается к вам взглядом. Ну что ж, вот и все. Ничего личного, Ватас. Сейчас я его буду хреначить, да? Мне нужно его убить. Значит, будем его убивать. Получил. Ну, давай этих грохнем тоже. Что? Я не могу его убить, он бессмертный? Ой, елки-палки. Ну, ладно, живи тогда. Что у нас по заданию-то? Мне удалось устранить Ватаса. Я должен вернуться в форт Мороха и рассказать об этом. Буро. Я так и сделаю. Что-нибудь мне скажешь, а? Не хочет ничего женщина мне говорить. Слышь, у тебя сынок там неубиваемый. Как такое может быть, а? Понарожают всяких неубиваемых. А потом мучайся с ними. Пойдем отчитываться, Буро. Я вернулся обратно к Морохам. Сейчас я скажу, что все выполнено, чувак. Пропускай меня к главному. Буро, я все сделал. Какого хрена ты отвлекаешь меня? С Ватасом покончено. Да, мне уже сообщили. Ты неплохо поработал, пробирочник. Теперь ты можешь пройти. Но один неверный взгляд раздавлю. Бригадир высмаркивает из носа здоровенный шматок и отправляет его в рот. Господи. Чувак, пошел ты нафиг. Ты че такой упоротый, а? Все, заходим.